В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одесская мэрия не выполняет решения антимонопольного комитета, которым АМКО обязал городскую власть обеспечить альтернативный въезд на территорию Одесского морского порта в обход единственного существующего въезда через евротерминал. Об этом сообщают одесские интернет-СМИ. Как пишет издание 048, цитируем. После недавнего совещания с президентом, прошедшего в Одессе, Ассоциация стивидорных компаний Одесского морского порта активно борется за то, чтобы проезд автомобильного транспорта на территорию Одесского порта стал свободным. Портовики опубликовали свое письмо к чиновникам и руководству евротерминала. Напомним, евротерминал – компания «Монополист», через которую на данный момент осуществляется проезд на территорию Одесского порта. И несмотря на решение АМКО, обязавшего городские власти обеспечить альтернативный проезд для транспорта, мэрия так до сих пор этого и не сделала. Снова цитата «Ампу и стивидоры Одесского порта готовы финансировать решение проблемы грузовиков на одесских улицах, однако мэрия затягивает этот процесс». Своё обращение по поводу отсутствия свободного проезда автомобильного транспорта на территорию Одесского порта стивидоры в том числе направили министру инфраструктуры Украины, главе администрации морских портов Украины и Одесскому городскому голове, а также другим ответственным за происходящее лицам. Судьба санатория «Красная Зорь» решается не только в судах, но и в прокуратуре. Как известно, более года назад было заведено уголовное дело по факту подделки документов при оформлении имущественного комплекса санатория на юридическое лицо. Однако выяснить, на какой стадии находится расследование, оказалось пока невозможным. Ситуация с санаторием «Красной Зорь», кажется, достигла своего апогея. После судебного заседания, состоявшегося накануне, где компания-застройщик, претендующая на территорию рекреационного объекта, подала апелляцию на решение суда, запрещающему любые действия с имуществом и землю рекреационного объекта, Одесский городской совет данного опроса стал на сторону компании-застройщика. Вот что по этому поводу написал на своей странице в Facebook общественный активист Владислав Болинский. Цитируем. Состоялось судебное заседание по санаторию «Красной Зорь», на котором городские юристы выступают на стороне предприятия «Рейдера» и застройщика «Будлайф Инвест» и пытаются отменить статус объекта как памятника истории для дальнейшей застройки. Конец цитаты. Уже на следующий день Владислав Болинский, юрист Ирина Тодорич, защищающая интересы Укрпровздравницы, отправились в прокуратуру с тем, чтобы узнать, на какой стадии сейчас находится расследование по делу о подделке документов при регистрации имущественного комплекса «Красных Зорь». Услідстви вже другий рік триває досудове розслідування по об'єднаному кримінальному оборудованию. Безпосередньо там декілька статей, це і використання відроблених документів, і визитування таких документів, і шахрайства. Дуже багато фактів є, які безпосередньо свідчать про те, що, по-перше, було незаконним злочинним шляхом вкрадено майно, а саме в санаторії будинки та споруди санаторію «Красні Зорі». По-друге, це було здійснено із підробленими документами, із використанням таких документів. По-третє, це відбулось навіть в тому числі, коли на даних об'єктах були зареєстровані належним чином арешти, заворони користуватись, а також здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об'єкта нарахомого майна. Тобто там ряд кримінальних поваджень, ряд складів злочинів вже є на сьогоднішній день. Ми хотіли все ж таки дізнатися на сьогоднішній день, яка стадія, чому саме прокуратура Одеської області робиться протидія слідству, яке ведеться слідчим управлінням ГНТ в Одеській області. Тому що ні мої клопотання безпосередньо як представника потерпілого, як представника цивільного позивача, протидія кримінальних поваджень, вони не задоволюються прокуратурою Одеської області. Як розказала Ірина Тодоріщ, ще в декабрі 2018 року она зустрічалась з прокурором області Олегом Жученко, який обіцяв взяти діло під личний контроль. Але вот прошло вже більше полугода, і ніяких дійсів з боку прокуратури до сих пор не видно. Ми прийшли з Ладом Балінським для того, щоб все ж таки почути від вас якісь конкретні дії, що ви зробили. Ну на що безпосередньо в даний час відмовили, сказали, що на наступному тижні разом із слідством все ж таки, що ми все робимо, слідство нічого не робить. Тобто прокуратура говорить про те, що це винно слідство. Хоча насправді вони мають право і, по-перше, власноруч робити слідчі дії, які нібито слідство не робить, а по-друге, обов'язково вони мають поводжувати клопотання, які необхідно подавати слідчому суді, для того, щоб збирати докази в рамках цього кримінального провадження. По мнению Ірины Тодоріщ, пока прокуратура тормозить расследование, а городський совет вступає на стороні застройщика, ми вполне можемо потерять ще один рекреаційний об'єкт. І по-прежнему висока вероятность того, що решення о розрішенні на розробку землеотвода території об'єкта вже може бути вонесено на ближайшую сесію городського совета, которая состоїться 31-го іюля. Отдыхати в Черноморці по-прежнему опасно. Обрушення берега може повторитися. Технічне состояние склона дають основання зробити неутішительні прогнози. Так выглядит пляж Черноморці на місці недавнього обрушення после уборки. Його більше или менше выровняли, но для отдыха он не годиться. Спасатели на всякий случай перекрыли подход ленточкой. Правда, с другой стороны проход открыт, а склон точно в таком же состоянии. Новое обрушення може произойти в ближайшее время. Первый ряд домов на склоне окажется внизу. Хорошо, если без людей. Достаточно посмотреть на этот забор, висящий над обрывом, і все сразу станет ясно. Причина аварійного состояния склона совершенно очевидна. Системи отведения грунтовых вод здесь нет. Дождь, снег и левая бытовая канализация подмывают берег. А неподалеку продолжается строительство. Причем возводятся немаленькие дачные домики. Туристический комплекс «Огромная масса бетона» будет оказывать значительное давление на неустойчивый прибрежный грунт. Без системы водоотведения по всему берегу это строение тоже окажется под угрозой разрушения. От городских властей каких-либо конструктивных предложений пока не поступало. Остается ждать следующего обрушения. Несколько сотен одесситов собрались на мирную акцию протеста у памятника Дюку. Накануне здесь прошел митинг «Народ против мафии». Памятник Дюку – знаковое для Одессы место. Именно здесь собирались одесситы во времена Евромайдана. Спустя пять лет здесь снова. Собрались горожане, собрались, чтобы сказать свое «нет» происходящему в городе. Народ против мафии, бандиты должны сидеть. В мирной акции принял участие и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. Выступая перед собравшимися политикой, еще раз вернулся к теме суда по делу Краяна, одним из основных фигурантов которого был одесский мэр. Его отпустили, а потом карманный суд, Малиновский суд города Одесса, его и всю банду оправдал по всем статьям обвинения. Они изнасиловали идею справедливости, они изнасиловали идею закона, они изнасиловали идею государства Украина, они изнасиловали идею великого города Одессы. И вот эти люди сейчас на свободе, и они издеваются над каждым из нас. Я никогда не забуду, как они вышли, все депутаты горсовета из суда, торжествующие, ездили по всей Одессе, сигналили, говорили, мы вас сделали, мы вас победили, мы вас имели и будем еще иметь до конца. Не будете иметь, вам все равно придет конец, сколько бы вы ни старались. Кроме того, Михаил Саакашвили, говоря о колоссальном долге украинцев перед МВФ, отметил, что платить на самом деле должны не простые граждане, а те, кто на них нажился. Труханов, Ангерб и Калантельник должны продать свои дома и небоскробы в Лондоне, и все вместе выплатить долг, который мы точно не должны платить, потому что это не наш долг. Также выступавший на собрании Михаил Саакашвили отметил хаотичную застройку Одессы, в том числе и побережье, уничтожение зеленых зон и отсутствие правильной строительной политики в нашем городе. Нигде в мире не ставят на полосе прибрежных вот так жилые дома. Вы прекрасно знаете, что в Одессе нет ни одного международного бренда отеля. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Ни одного Широтона, ни одного Хилтона, ни одного там Форс-Сизос. Батуми, посмотрите, через море, все бренды представлены, все. Через море Турции все бренды представлены. Здесь нет ни одного, потому что здесь могут быть бренды только Ангерта, только Труханова и связанных с ним мафией. Это означает, что нет рабочих мест, это означает, что нет доходов, это означает, что нет будущего и перспективы. Кроме экс-главы Одесской области, в мирной акции приняли участие разные политические силы и гражданские движения демократического толка. Ведь только вместе можно победить коррупцию, построить по-настоящему цивилизованное государство и сохранить украинский город Одессу. Крупную техногенную аварию предотвратили одесские пожарные. Под угрозой химического заражения находился весь город. Опасность исходила от масштабного пожара в районе нефтеперерабатывающего завода. На случайно снятых кадрах виден масштаб пожара. Огонь распространяется по территории, непосредственно прилегающей к площадке с топливными емкостями. В них содержатся сотни тысяч тонн горючих материалов. Очевидно, кто-то случайно или преднамеренно поджег сухую траву. Ветер быстро разнес пламя. Служба по чрезвычайным ситуациям отреагировала немедленно. Пожарные расчеты не позволили огню подойти на опасное расстояние к месту хранения топлива. Есть повод в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения правил техники безопасности. Последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе могли быть катастрофическими для всего миллионного города. Указать причину возгорания пожарные были не готовы. Попутно автор этих кадров обнаружил несанкционированную свалку рахушек рапанов. Очевидно, их вывозят сюда из какого-то ресторана. При желании полиция могла бы выследить нарушителей санитарных норм и природоохранного законодательства. К столетию Одесской киностудии выпустили памятные монету и марку, которые были презентованы одесским журналистам. Национальный банк Украины к столетнему юбилею Одесской киностудии выпустил монету номиналом 5 гривен. Тираж выпуска всего 40 тысяч. На одной из сторон монеты изображен логотип киностудии, кадр, кинопленки, а также дата выпуска 2019 год. На обратной стороне выбитое изображение ретро-кинокамеры и кинохлопушки и дата 1919 год. Монета сделана из Низильбера и в данный момент ее цена составляет 51 гривну. Угрпочта также подготовила к юбилею целый блок марок и памятный конверт. В Одессе появился новый арт-объект Доры Мяу. На фасаде дома возле театра Мускомедии поселились три поющих кота. 19 июля в Одессе появился новый арт-объект. Возле Мускомедии установили скульптурную группу Доры Мяу. По словам создательницы проекта «Одесские коты» Татьяна Штыкала, это зарисовка из кошачьей жизни, когда они поют свои мартовские песни. И их все ненавидят в этот момент, но и любят их особенной любовью. Прототипы скульптур – настоящие боевые уличные коты. Так у одного порвано ухо, а у другого нет хвоста. По словам автора проекта, это такие коты, которые сами знают, что им делать, и никто им не указ. Это «Одесские коты» – мой проект. На сегодняшний день это мои всего 11 скульптур. Вот тут одна и получается 11. Идея композиции – это кошачьи весенние песни. Почему песни? Потому что мускомедия. Все как-то одно с другим завязалось. И название композиции не «Доры ми», как бы мускомедия, а «Доры мял», потому что и мускомедия, и коты. Это все очень сложно понять логически, потому что в голове у художника вот такая вот ассоциативная каша, которая не поддается нормальному логическому анализу, поэтому есть, говорит, маемо шумаемо. Скульптор напомнила, что эти арт-объекты не имеют материальной ценности. Все они сделаны из полиэфирной смолы и акрила. Поэтому физически гости и жители города не смогут, образно говоря, забрать частичку от трио. А если говорить в общем о проекте «Одесские коты», то каждая скульптурка имеет свою легенду и свое счастливое предназначение. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Отличных вам выходных, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова